здравствуйте ребята сегодня бы хотел с вами обсудить работу нашу работу чтобы обратить на некоторые нюансы давайте разберем канал nature soundscapes у нас есть последние проекты которые были выложены на канале не можем проанализировать их понравились ли они зрителю по а как при проанализировать по проспо просмотром я давайте сначала объясню как работает просмотры то есть у нас есть на канале подписчики в данном случае 110 тысяч подписчиков и когда мы вложим новый контент алгоритм youtube алгоритм это искусственный интеллект а он смотрит как какая будет какая будет реакция подписчиков на данное видео какая будет реакция подписчиков на данное видео и когда он замечает что реакция подписчиков на данное видео хорошо значит он начинает раскручивать это видео и соответственно видео начинает не только нашим подписчикам на канале показываться но и на других источниках для других людей которые любят видео типа такого контакта типа такое видео вот потому он сначала смотрит на то как себя аудитория поведет на нашем канале и смотрите как всегда нужно вдумываться что за аудитория и что у нас за канал смотрите на канал называется nature soundscapes что здесь нарисовано дерево лого и звук nature это природа soundscapes это звук природы это звук природы звуки природы и когда и когда подписчики подписываются на канал на этот канал то они хотят слушать красивые звуки природы не только картинку потому что название канала звуки природы то есть мы даем красивую картинку но мы даем и красивый звук если мы даем красивую картинку но не даем красивый звук подписчики не смотрят наш контент они просто заходят на него прослушивать например одну минуту и понимают что им звук не нравится и они выходят алгоритм искусственный интеллект смотрит на это и думает о людям не понравилось видео значит я и не буду его раскручивать таким же людям которые любят такой же контент только не с нашего канала а с других каналов очень все просто и логично работает в принципе это и весь в этом логика понимаете то есть тогда значит первые первые правила в нашей команде каждый эдитар каджи менеджер должен паспора про анализировать наш контент контент не только свой контент который он сделал но и контент другие других эдиторов других менеджеров вообще весь контент на каналах анализируя понимать что нравится что нет смотреть на тот контент который получил больше просмотров значит что то есть в этом контенте что людям понравилось значит смотрите давайте проанализируем вот этот фильм вот этот релакс который я организовал это еще старые старые кадры которые снимал алекс где-то там три-четыре года когда он был в плитвицкий озера в хорватии и вот вот такое я искал 2 кадры думал вот сделать 8 часовые часовые я искал кадры в нашей библиотеке и вот нашел такой кадр который мне понравился тем что такая зеленая красивая водичка освещённую твите в данный момент повезло алексу потому что он снимал и было солнечно и вот как красиво чистая водичка да мне понравился этот кадр он простой мне понравился и вот я не взял вот эти кадры плюс я еще наложил красивый звук красивый звук воды но не наложил на в данном случае у нас наш эдитар марина наложила красивый звук воды красивые птички начали я искала теперь она сама ищет то есть я и на указал направление какое надо направление звуков то есть людям те звуки которые нравятся людям они останутся на кана видео если им понравится звук вот давайте послушаем звук видите очень красивый звук то есть мы слышим птички кукушки хлюпанье водички и такое хлюпанье водички приятное это не какой-то там шум а красивое хлюпанье водички птички и кукушки все так как-то гармонично все поет и главное что нет пауз они поют поют не останавливаясь а люди не хотят пауз они хотят звук природы с теме паузы ставить а вы вот потому запомнили это видео да давайте пойдем видео которое делал нашего человека рамиль красивый водопад подобрал до водопад очень красивый красивый кадр водопада очень красивый водопад очень мне нравится водопад с разных ракурсов он снят это хорошо потому что ну показать разные ракурсы хотя тут только два ракурса не 3 вот крупным есть планом ну ладно только по приближенной чуть-чуть вот красивый водопад но а давайте послушаем звук красиво картинка красивая картинки не имею претензий очень красивый пейзажная картинка давайте послушаем звук так звук очень неудачно подобран я скажу какие проблемы первый это некачественный звук звук мы слышим фон фоновый шум который можно удалить в премьере этот фоновый шум удаляется если возможно мы слышим фоновый шум будто гудит то есть ну шум мы слышим некачество потом птички еле-еле поют нигде не звонко не нету такого громкого звука птиц так еле-еле и водичка льется да мы слышим дятла но проблема в том что мы тут неправильно звук расставили это очень важно может бы было в может и этот проект набрал больше просмотров если бы звук был правильно сделан так например птички мы поставим на первый план и звук а водопад из вода льется на второй план но у нас здесь звук громче воды а звук птиц приглушен вот потому а людям нравится звук птиц больше чем звук воды потому если бы эдитар сделал звук птиц громче а водопад приглушен потише чтобы наверное больше бы был то есть видео бы пошло потому что как я сказал люди хотят приятные звуки тут больше звук воды а надо было наоборот поставить больше звук такой громкий птиц разнообразных без остановки поют кукушки дятлы а здесь вот и звук водички вот звук водички так так ничего нормально звук воды нормально но мы слышим как и складно первом плане звук воды на втором плане птички надо было сделать все наоборот плюс вот этот фоновый шум который убивает звук потому что я его слышу звук некачественный вот потому если вы на локации некачественно записали звук всегда а можно его поправить в премьере или в аудишене удалив фоновый шум и кстати если у вас это получится и звук получится качественный пожалуйста передайте звук вашему менеджеру чтобы он отдал библиотеку поставил библиотеку потому что то наш звук мы можем потом его в других проектах использовать и подписать там рамиль записывал там аудиофайл рамиль там так дальше ну в данном случае это рамиль записал но смотрите если звук некачественно как здесь даже если автор эдитар рамиль не смог фоновый шум убрать и пробовал и не смог мы идем на уже в нашу библиотеку но самое проще всего не в нашу библиотеку а пойти на четыре вебса на 3 веб сайта где есть у нас звуки первый сайт это арт лист второй сайт а нет кстати первый сайт это nvato nvato мы подписались только что на на подписку на nvato сайт там можете брать звуки но вы должны сами найти и вам скачает звук менеджер потому что мы не не можем раздавать логин и пароль всем эдитаром так как сайт не разрешает то есть если вы видите что много компьютеров с разных локаций качает ну будут проблемы потому а вы подбираете себе звук кидаете линке менеджеры грите менеджер скачай мне этот звук и он скачивает у нас есть у нас есть три менеджера это алексей а 4 менеджер да у нас 44 менеджера это миша это александр это алексей это анатолий 4 менеджера его а кто работает с каким менеджером пожалуйста обращайтесь и и он скачает вам этот звук главная ваша задача выбрать звук и дать название проекта потому что менеджер должен указать название проекта и он вам скачает и он вам даст все потому это очень важно и если бы так все было то бы конечно больше шанса и не даю гарантию не карантии никто не дает но было бы было больше шансов большей вероятности что может бы видео получила больше вьюз потому что смотрите прошло пять дня пять дней две с половиной тысячи просмотров тут за два дня уже 4 6 то есть в два раза практически два раза больше просмотров посмотрим на это тоже я организовал сделал марина сделала может я не помню я или марина нашла звук чтить 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 давайте послушаем этот звук видите красивые кадры ну красивые такие водопадики и самое главное что здесь правильно было сделано здесь звук птиц на первом плане а на втором плане звук воды мы то есть слышим громко громко птиц и звук качественный потому что нету от этого фонового шума здесь как и сказал в этом релаксе с водопадом ошибка номер один фоновый шум ошибка номер два тихий звук птиц птиц слышно тихо больше слышно звук воды здесь у нас 5000 просмотров я понимаю что здесь не но у нас здесь просто шум океана звуки красивые шума океана я не имею претензий и качественно никаких но это мало надо что-то еще придумать надо надо что-то еще придумать например надо что надо надо положить звук птиц звук чаек и не постоянно поют а вообще можно даже таких звук если как нас если хоть какие-то тут есть деревья там что сзади могут быть деревья тут видно листочки можно еще звук каких-то птиц поставить ну короче обогатить звук еще птицами звук океана это мало когда мы показываем океан обогащать еще другим звуком это мало ну надоел уже всем однотонный одинаковый шум океана есть птички рамиль поставил но еле-еле поют мест но местами понимаете а не надо местами надо ставить постоянно что зритель не хочет местами зритель не хочет больших пауз просто шум океана и ничего нет постоянно постоянно не надо местами ставить постоянно регулярно тогда бы больше бы был шансов что проект получит что кадры красивый звук океана красивые птички есть но местами а надо постоянно и позвонче и погромче и полу и поинтереснее какие-то птицы и добавить птиц вот так бы было просто я просто вам во-первых это это понимаете когда вы делаете такой релакс это не не надо все передать так как она есть а надо сделать красиво чтобы зрителю понравилось надо преувеличить при увеличить звуком надо это наставить эффектов звуковых много эффектов и не надо задумываться а так ли оно на самом деле было так ли оно самом деле на природе да нет никого то не волнует зрители волнуют лишь бы только что именно что что именно нравится понимаете если не сделано так как им нравится и а вы скажете а так был на природе ну а их не волнует и на просмотров вы иниво и не получите просмотров смотрите когда голливуд снимает фильмы про почему фильмы в голливуде самое больше зарабатывания те где в кучи эффектов Там практически фильм весь в эффектах. Ну, потому что люди любят эффекты. Люди любят эффекты. Запомните, еще раз повторю. Три слова. Люди любят эффекты в видео. И такое видео больше имеет просмотров. А теперь давайте остановимся на эффектах. Мы сейчас разобрались, что надо звук с эффектами. Правильно? То есть красивые звуковые эффекты. То есть классный обогащенный звук природы. И качественный. Большой шанс, что проект получит больше просмотров. Второе. Это очень важно. Эффекты. Давайте эффекты рассмотрим. А какие эффекты мы можем сделать в этих 8-часовых видео? Ну, например, давайте возьмем тот же водопад, что мы смотрели. Если еще мы в этом водопаде... Сейчас, секунду, грузится. Например, поставим, что это... Сделаем такой эффект, как будто солнечные лучи пробивают сквозь лес. И это снято утром. И они как-то бьют. Может, на водопад. Может, на скалы. Вот, короче, сделать такой эффектный. То есть наложить видеоэффект какой-то. Например, в данном случае солнечные лучи. А в данном случае можно еще даже бабочек наложить. Людям понравится. Поверьте, если тут будут бабочки летять, и людям понравится, такой проект куча вьюс наберет. Бабочки, птички поют. Бабочки летают. Эффект солнечных лучей. Утренний эффект пробивается сквозь лес, попадая на водопад, попадая на камни. И тогда бы такой проект большая вероятность получил бы много просмотров. А мы их для этого делаем. Уже так просто аудитория не хочет. Тут просто дай картинку, как оно есть. Нет. Аудитория хочет эффекты. Люди хотят эффекты. Потому наши менеджеры и наши эдиторы. Начинайте делать такой контент уже с эффектами. Я знаю, что это труднее и больше времени будет забирать. Но посмотрите, эффекты вы не будете делать. Вы просто их будете ставить. Они уже давно сделаны. И их много. На сайте Envato. На том же сайте, где есть и звуки. Мы там подписались. Если там много эффектов для премьера. Вы просто берете этот эффект и вставляете. Это займет чуть-чуть больше времени. И конечно проект там поднимется немного в цене. За то, что вы просто поставите еще и эффекты. Потому что вы их не будете делать. Они уже сделаны. Их просто надо поставить в премьере. И вы должны научиться, как правильно их ставить. И правильный эффект подбирать. Это займет чуть-чуть больше времени. Но запомните. Такой проект будет бесценен. Он больше просмотра наберет. И я конечно не даю гарантию. Но большей вероятностью, что это будет так. Чем просто поставить камеру, снять релакс. И сделать коррекцию. Как мы раньше делали. А мы раньше делали очень просто. Мы брали, снимали видео. Снимали камеры. Приходили, делали монтаж. Мы даже вставляли оригинальный звук, как он есть. Потому что аудитория хочет оригинальный звук. Был хорошо он записан. Нехорошо. Не важно. Ну и такие проекты, конечно, сейчас уже не набирают виз. Потому что... Увы, увы. Ютуб растет. Конкуренция растет. Видео растет на Ютубе. И появляется много видео. Теперь аудитория хочет что-то получше. Она не хочет все подряд, как она раньше принимала. А теперь она выбирает только там, где лучше. А там, где все подряд записано. То уже им не это не интересно. Вот. Потому запомните. Звук, звуковые эффекты и видеоэффекты. Вот в таких восьмичасовых. Они уже есть. То есть, их только надо научиться потратить какое-то время. Понять, как их нужно научиться налаживать эти эффекты. Вот такое видео с вами хотел... Вот так... Вот хотел вам объяснить, вот как делать восьмичасовые теперь, с нынешнего дня, на канале Nature Soundscape. Стараться делать с эффектами. Если возможно. Если невозможно, делайте как. Я не говорю постоянно с эффектами. Ну, например, всегда можно поставить эффекты. Всегда. Вот здесь. Даже, например, в этом релаксе. Он бы еще больше набрал views. Он, кстати, неплохо пошел. Из-за того, что... Кадр, в принципе, красивый. Такая дорожка. Все. Звук. Водопадики. Классный звук подобран. Давайте послушаем звук. Качественный звук. Качественный звук. Не берите звука даже на анвату, который имеет шумы. Фоновые шумы. Это некачественный. Только должны быть качественный звук. Прослушайте в наушниках. Если вы слушаете шум, легкий шум, это некачественный звук. Должен быть без шума. Здесь можно тоже поставить, пробивать лучи. Вот где-то так. С левой стороны бьют на дорожку. Вот, короче, придумывать что-то. Но я не говорю это постоянно делать. Ну, в принципе, есть где возможно. Где что-то возможно придумать. Вот посмотрите. Вот это видео добрало второе по просмотру. Потому что эффект наложен костер. На океане. Вот. В принципе, мы... Видите, вот наши каналы. Мы делаем такой контент. Например, Relaxing Sleep мы ставим эффект ночи. Эффект звезд. Ну, это один у нас пока человек делает. Но я думаю, что это может научиться каждый, используя... Не самому создавать эффекты, а просто используя, уметь налаживать эффекты. И это, кстати, у вас сейчас должна быть новая... Новый этот... Новый урок. Потому что надо всегда развиваться. Научиться в премьере уметь налаживать эффекты. Уже готовы скачать эффект с Envato. И наложить его. Как и видеоэффекты, так и звуковые эффекты. Вы можете просить у ваших менеджеров искать на Envato, кидать линк и говорить, вот давай я это попробую. Всегда экспериментируйте. Не стойте на месте. Делайте, создавайте лучше. Потому что будете стоять на месте, проиграете. Потеряете работу. Потому что канал... Конкуренты задавят каналы с другими видео. И другими творческими людьми, которые развиваются. В отличие от нас. А если мы как... Не развиваемся. И потому что... Понимаете... Любой предмет... Чем бы вы ни занимались. Все равно надо учиться. Не так, как вы его, конечно, учились в начале. Где вы только учились. Сидели там день и ночь. Учились, да. Чтобы там сдать экзамен. Там... Но вы всегда должны по чуть-чуть учиться. К этому... Новых... Новых технологий в этом... В этом предмете. Понимаете? Даже в медицине. Зубной врач. Он делает зубы. Но потом... Есть новая технология по... По зубам, да. Например, там полегче. Он должен интересоваться. Он не должен делать по старинке зубы. По старинке вообще вырывали. Представьте себе человек просто вырывал зуб и все. А сейчас уже вставляют. Вставляют зубы, да. Сейчас уже вставляют безболезненно, да. Сейчас уже... Вот постоянно, если врач обновляет свои знания, он постоянно обновляется, обсовершенствуется. И тогда у него больше... Больше... Кастумерс. Больше... Пациентов. А здесь... Тоже надо. Тогда у нас будет больше зрителей. А если вы будете на месте стоять, то... То не будет зрителей. Вот такой канал еще у нас... С огнями. С этими... С кострами. То есть не стойте на месте. Делайте видеоэффекты. Делайте красивые аудио. Тогда видео ваше будет более ценно. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok